Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы событий в студии Анна Шатурко. В Сморгонском районе уборочная страда перешагнула экватор. По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на утро 7 августа убрано более 70% зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 43,6 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются СПК «Синьки» 50 центнеров с гектара, «Солы» почти 48 и «Жодишки» 45,5. Как рассказал по телефону первый заместитель председателя Сморгонского райисполкома Иван Шлавенец, каждый день ситуация меняется. Я думаю, что лидеры поменяются. Наши хозяйства, это «Жодишки» и «Солы», они, конечно, урожайность их будет повыше, потому что и удобрений больше внесли. Но радует то, что те середняки, которые были ниже среднего, у них урожайность очень неплохая, это 40 и выше центнеров. Два хозяйства на сегодняшний день, «Синьки», точнее, «Сморгонские» «Синьки» намолотили валовое производство зерна к уровню прошлого года, вышли. Урожай ожидается очень неплохой, в цифрах загадывать не хочу, но урожай будет хороший. На сегодняшний день 5 комбайнеров намолотили больше тысячи тонн, три комбайнера филиала «Жодишки», два «Солы». Сегодня должны выйти на тысячный рубеж комбайнеры из «Шутовича Агра» и СПК «Синьки». Техника работает более-менее нормально, люди работают допоздна, до полтретья на уборке урожая. На обед долго не обедают, потому что урожай хороший, есть возможность заработать хорошие деньги, уважение и подсчеты в районе. Госзаказ выполнен на 43,6%. В принципе, госзаказ тоже как уборка идет, и госзаказ. Проблем по сдаче госзаказа нет, и госзаказ будет 100% согласно заключенных договоров. Согласно распоряжению президента, дожинки в этом году будут проходить в другом формате, в каждом районе будут проходить в агрогородке. Районные дожинки планируются в сентябре месяце в агрогородке «Солы». Помимо уборки идет уборка соломы, пахота, готовимся к севу люцерны в чистом виде, также идет подготовка почвы под сев рапса. В этом году урожай рапса тоже в районе один из лучших за последние 10 лет. Так что посевная, а не за горами, и к ней надо готовиться, а готовиться надо пахать. Уборка соломы идет довольно активно, родхозяйство убирает соломы неплохо. Ну, все работы идут. Животноводство, животных кормим, поим. По молоку, по продаже молока тоже показатель неплохой, конечно, хотелось бы больше. Животноводство работает в обычном режиме, независимо от уборки, что есть уборка. В связи с жаркой погодой во всех областях Беларуси введен запрет на посещение лесов. Период действия запрета разрешается проезжать на автотранспорте только по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также к обустроенным местам отдыха. Разжигание костров в лесах и наторфянников на этот период запрещено. На время действия запретительного периода закрываются все шлагбаумы на съездах с дорог в леса. При необходимости могут устанавливаться таблички с информацией о запрете посещения леса и мерах ответственности за его нарушения. Ежедневно лесная охрана патрулирует в лесах, дежурит на пожарно-химических станциях и наблюдательных вышках, проводит разъяснительную работу с населением. Специальные рейды проводят экологические инспекции подразделения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Министерства внутренних дел. В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах, виновные будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В Смаргонском районе уже произошел такой случай. Жаркая погода стала причиной возникновения высокой пожарной опасности в лесах. Сегодня ей присвоен четвертый класс опасности. Всего в этой шкале пять делений. Это значит, что юридические лица, ведущие лесное хозяйство, согласно правилам пожарной безопасности, в лесах могут выходить с просьбами в местные распорядительные органы об установлении запрета на посещение лесов населением. Смаргонский лесхоз вышел с таким предложением. Уже направлено письмо в райисполком и готовятся документы, решение исполкома о запрещении посещения лесов населением. Предварительно согласованная дата, это 7 августа, уже посещение лесов будет запрещено. Нужно прекратить всякое нахождение в лесах, в больших массивах, в местах, где нет такой, так сказать, необходимости находиться людям. То есть, ну если это около деревни, например, то почему бы и не быть, ну вот недалеко от населенных пунктов. Ну а в сам лес, конечно же, не заходить, не заезжать, не делать там долгие остановки будет нельзя. За это наступает административная ответственность. Статья 15.29, часть 1, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Влечет штраф до 20 базовых величин. Никита Данько приехал из Москвы в гости к бабушке в деревне Сукневичи, а стал юным спасателем. 28 июля с дежурной части Сморгонского РУЧС в лесхоз поступило сообщение, что вблизи деревни Сукневичи горит лес. Сразу был организован выезд пожарного автомобиля лесхоза, и на место возгорания выехала команда Трилесинского лесничества. Время пути заняло 13 минут, однако этого оказалось достаточно, чтобы лесной пожар достиг своего пика. Огонь распространился на территории 18 соток. Местами его высота достигала 8-10 метров. Местные жители оказались в числе первых, кто пытался потушить очаг возгорания. Страшно не было. Ну, я представлял себе, что такое лесной пожар. Я люблю огонь. Мне было привычно с него обращаться. Привычно было достаточно его тушить. Мне выдали ранец этот пожарный. Я ходил, тушил очаги небольшие. Соседи принимали участие, тоже помогали тушить. Бабушка, кто был дома из наших, тоже принимали участие в тушении пожара. Это мой лес. Я здесь провел в этом лесу детство. Я люблю этот лес. Плюс здесь дом в 100 метрах. Это очага. Мне вдруг разойдется. Ну, надо как-то помочь было. Удалось выяснить картину происшествия. Пожар начался в Малиннике, а затем перекинулся на деревья. Причина – неосторожное обращение с огнем. Благодаря профессиональным действиям пожарной команды лесхоза, спасателей и помощи местных жителей, бушующее пламя удалось потушить. В дальнейшем за этим участком леса будет вестись наблюдение. И если начнется усыхание, будет произведена санитарная вырубка. Хочу поблагодарить жителей Сукневич, тех людей, которые вышли, самоотверженно помогали нам бороться с огнем. Я думаю, что если бы не их внимательность и старание на начальной стадии, то мы пожар бы, конечно же, тушили на большей площади. Всего там было зафиксировано пожар в 18 соток. Но это, говорю опять же, благодаря населению. Население вышло, население привозило воду, население приносило воду даже пить нашим бойцам, чтобы они там, так сказать, себя более комфортно чувствовали. Поэтому благодарю за их работу по тушению пожара. Как отметил Юрий Музкий, в нынешнем году складывается сложная пожарная ситуация. В лесходе зафиксировано 10 пожаров. Из них 9 произошло на территории Сморгонского района. Общая площадь пожаров составляет 2 гектара 70 соток. И если будет установлен виновник происшествия, его привлекут к административной ответственности, где минимальный размер штрафа составляет 25 базовых величин. И он будет возмещать вред, причиненный лесному хозяйству. В этом году такой случай уже произошел. И кроме штрафных санкций, нарушитель возместил ущерб 2 млн 925 тысяч рублей. Согласно правилам ведения охотничьего хозяйства, охота на водоплавающую дичь должна была открыться 9 августа. В связи с сохраняющейся сухой и жаркой погодой на территории Беларуси, всеми пользователями охотничьих угодий принято постановление о переносе открытия срока охоты на 23 августа. Напомним, уже более одного месяца вступили в силу поправки в правила ведения охотничьего хозяйства и рыболовства. Размеры штрафных санкций увеличены почти в три раза за причинение ущерба вреда окружающей среде. Но некоторых браконьеров это не останавливает. На текущей неделе после ремонта Рачунской ГЭС осуществлялось заполнение водохранилища. После того, как временно была перекрыта подача воды в реку Ашмянка, рыба ниже плотины практически оказалась западнее и стала легкой добычей для желающих поживиться. Были задержаны двое граждан, жители Сморгонского района, деревни Варакумщина, которые осуществляли лов рыбы с использованием запрещенного орудия лова – бредня. Всего лишь одного раза, один раз они затянули свой бредень, но этим причинили ущерб окружающей среде на сумму более 20 миллионов рублей. Они добыли 167 особей рыб различных пород. И вот еще раз повторяю, хотя вес добытой рыбы составил всего 5 килограмм, размер причиненного ряда составил более 20 миллионов рублей. И сейчас помимо уголовной ответственности, которая грозит им и предусматривает до 6 лет лишения свободы за данное правонарушение, им придется оплатить нанесенный окружающей среде вред. Третье возбужденное уголовное дело с начала текущего года. Два были до того возбуждены за нарушение правил охоты. По рыболовству это первое. Но еще раз повторяю, что с увеличением размера такс за причиненный вред окружающей среде, вероятность попасть под уголовную ответственность резко выросла. Изменились нормы ввоза в Беларусь товаров и продуктов питания физическими лицами. Соответствующие методические рекомендации размещены на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает Белта. На лиц, въезжающих на территорию таможенного союза через белорусскую границу раз в три месяца и реже, распространяет свое действие соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза. В этом случае можно ввести товары для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает 1500 евро, а общий вес – 50 килограммов. Сюда включены алкогольные напитки и пиво не более трех литров. До 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака или табачных изделий. Ввоз алкогольных напитков, пиво, табака и табачных изделий может осуществляться только совершеннолетними. Раз в два месяца можно ввозить не более 10 килограммов продуктов питания одного наименования. Раз в месяц можно ввозить не более 10 килограммов продуктов. Исключение в данном случае сделано для стран СНГ, откуда можно привезти не более 30 килограммов и при этом не более 10 килограммов одного наименования. Раз в 15 дней разрешено ввозить не более 10 килограммов продуктов. Тем, кто пересекает границу раз в 7 дней чаще, следует помнить, с собой можно брать не более 5 килограммов продуктов питания, включая алкоголь и пиво. Ограничение по спиртному зависит от способа пересечения границы. Не более 1 литра для лиц, пересекающих границу в транспортном средстве, 0,5 литров для пересекающих границу иным способом – пешком или на велосипеде. Сказано в рекомендациях. Если гражданин пересекает границу чаще, чем раз в сутки, то продуктов питания при себе можно иметь только на путь следования при отсутствии алкогольных напитков и пива. В пресс-центре Государственного таможенного комитета отметили, что методические рекомендации периодически меняются и посоветовали просматривать их каждый раз перед тем, как отправиться в путешествие. Сморгонь стала первым городом в Гродненской области и вторым в Белоруссии, где появилась площадка для занятий стрит-воркаут. Это молодежное движение за здоровый образ жизни, позволяющее человеку развивать свои физические способности и возможности. В переводе на русский язык это уличная гимнастика на турниках и брусьях. Этот вид спорта сравнительно молодой. Он был основан в 1995 году и подразумевает очень мощную физическую нагрузку на организм человека на открытом воздухе и разработан для уличного экстрима и видов спорта, где не обходится без силы и выносливости. Впервые в Сморгоне при капитальном ремонте дворов в микрорайоне Восточный по улице Ленина, 56, по инициативе ЖРЭС обустроили спортивную площадку для молодежи. Она спроектирована с учетом мирового опыта и рекомендаций профессиональных спортсменов. На участке 150 квадратных метров установлены брусья, турники, рукоход, сделанные из материалов, устойчивых к любым погодным условиям. Помощь в финансировании оказала компания «Кока-Кола» в Белоруссии и Белорусский детский фонд. Генподрядчиком выступил строительный монтажный трес номер 41. За неделю подготовили место, а монтаж произвел индивидуальный предприниматель Дитко. Ориентировочная стоимость данного объекта составила порядка 220 миллионов рублей. Первых посетителей спортплощадка приняла через две недели после начала строительства. Было написано письмо губернатору с обращением в устройство вообще в области таких площадок от «Вордкрафта» и «Вордкаута», от «Кока-Колы». Поэтому мы взяли за основу это как бы письмо, обратились действительно к этим «Кока-Коле», чтобы они нам помогли эту площадку построить. Ну, соответственно, наше покрытие, а их турники. И вот в результате получилась очень серьезная такая для молодежи спортивная площадка. Мы планируем и дальше развивать это. В дальнейшем, когда будем капремонт дворов сделать, тоже устраивать площадки спортивные минимум, чтобы их было три, чтобы можно было и соревнования проводить по этому виду спорта. Официальное открытие спортплощадки состоялось в торжественной обстановке. Во время приветственного слова председатель Сморгонского райисполкового Мячеслав Гой выразил благодарность идейным вдохновителям и выразил надежду, что в дальнейшем в городе при благоустройстве придомовых территорий будут появляться похожие площадки, где все желающие смогут заняться этим видом спорта. Уважаемые жители города и района, прошите мне поздравить с этим небольшим маленьким праздником, с открытием новой площадки. Я хочу огромное сказать спасибо вдохновителям, идейным людям, которые действительно вот эта идея возникла. Может быть она спонтанна, но она сегодня реальность в нашем городе. Как сказал директор ЖРЭУ, наверное это стало традицией будет. Я так думаю и наверное подтверждаю, да, однозначно, что при благоустройстве дворов в городе Сморгонии мы обязательно будем обустраивать вот такие площадки. Что-то похожее, что обязательно площадки, которые можно будет заняться детям, другим людям, спортом и вести здоровый образ жизни. Спасибо всем, кто участвовал в строительстве площадки. Со времени основания предприятия Кока-Колы в Беларуси реализация принципов корпоративной социальной ответственности является частью деятельности компании, подчеркнул в своем выступлении первый заместитель генерального директора Андрей Рощупкин. И поддержка спорта, как высоких достижений, так и массового – одно из этих направлений. Ведь торговая марка должна ассоциироваться с активным и здоровым образом жизни. И поэтому уже более двух лет они поддерживают молодежное движение «Стритворкаут» в Беларуси и являются его генеральным партнером. В этом году таких площадок будет построено пять. Одна открыта уже в Бобруйске. Вот это вторая площадка, которую мы откроем. Я уверен, что в следующем году мы сделаем большую площадку мирового уровня в парке имени Павлова в городе Минске, рядом с студенческой деревней. Если мы как жители обратим внимание на наши дворы, мы поймем, что у нас есть площадки для детей маленьких и абсолютно, в общем-то, нет площадок для тех, кто уже взрослее. А это, в общем-то, здоровье нации. Это важно для нас, в том числе, как для корпоративного гражданина нашей страны. Главными героями в день открытия спортплощадки стали сильнейшая команда «Стритворкаут» из Бобруйска, Минска и Сморгони. Уличные тренировки – это доступно, удобно, красиво и зрелищно, считают участники Сморгонской команды по этому виду спорта. Это отличный способ развивать не только физические возможности и выносливость, но и воспитывать силу духа и характер, считает капитан команды Павел Щегло. Ребята занимаются уличными тренировками уже более двух лет и достигли значительных результатов. Это очень хороший спорт, очень хорошее направление, при котором развивается как и тело, так и множество других качеств. Сегодняшнее выступление дало множество возможностей, которые сейчас доступны. Люди сейчас могут приходить и заниматься. Все условия для этого и главное – желание. Этот спорт не требует никаких затрат, он не требует ничего. Он достаточно желания. Тренировались мы на обычных площадках, которые имеются у нас в Сморгоне. Конечно, не так, как эта, которая построилась, что здесь все условия, но тренировались как могли, желание было, и вот и достигли результата. А Елизавета Глебович на деле доказала, выступая вместе с нашей командой, что этот вид спорта покоряется и девушкам. И хотя она учится в Молодечнинском музыкальном училище по классу «Виолончель», уличная гимнастика стала для нее приятным и полезным открытием. За неделю тренировок сложные физические упражнения превратились в зрелищные трюки. Я занимаюсь вообще неделю. То есть я здесь вообще недавно, и я здесь по приглашению моего лучшего друга, с которым мы со школы дружим. Мы с ним проводили очень много времени. И вообще просто эта неделя пролетела очень быстро, и мне вообще настолько все понравилось. Тренировки, просто сидишь, занимаешься, и до вечера можно и ночью заниматься. То есть такая атмосфера, что нельзя не заниматься этим. Во-первых, силу духа, потому что как это, если человек не занимается спортом, что он может вообще, он может дать новому поколению дорогу. Вот этим мы показываем то, что мы занимаемся, то есть чтобы молодежь не курила, не пила, мы спорт развиваем. То есть это нужная вещь. Участники Сморгонской команды надеются, что те, кто был зрителем в день открытия спортплощадки, скоро к ним присоединятся и также станут поклонниками стрит-воркаут, молодежного движения за здоровый образ жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ Отдыхаем! Кипятка, вы с нами, нет? Да, давай. Кипятки, давайте попиздещат, и завтра в школу не пойдем. Давай, не пойдем. Давай, 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 давай! Опа, опа! Отпустывай, а ты ты, блин, сука, бьешь! А я бою. Ты куда? Куда ты собираешься? Да нормально, пускай отойдет. Максим! Подтянемся! Максим! Да, пускай! Максим, иди сюда! Не трогай, трогай! Давай, давай! Максим, будь мужиком, давай! Что ты ему говоришь? Нормально! Он на ногах вам стоит, ты посмотри! Оркестра на позицию! Полезный памятный подарок – кружки с полноцветной печатью. Это отличный сувенир и рекламный продукт. Частное предприятие «Аксик Видео» оказывает услуги по нанесению фото, надписей, логотипов на кружки. Заказы – от одного экземпляра. Будьте оригинальны, порадуйте себя и близких. Звоните по телефону 35511 или МТС 8029-589-1651. Хотите порадовать себя красивым платьем? Купить качественную женскую сумочку? Приобрести недорогое женское белье? Смело отправляйтесь в магазин «Оджен», который находится по адресу улица Победы, 12, рядом ГАИ. Время работы в будние дни с 11 до 18, в выходные с 11 до 15 часов. Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис» Сморгонское кабельное телевидение. В Сморгонском районе уже более двух недель отмечается очень жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 6-10 градусов. В минувшие выходные состоялись рекорды температур не только за месяц, но и столетия. В настоящее время в антициклоне атмосферное давление начало понижаться, и он стал разрушаться. Появилось больше облаков, а в некоторых местах по району прошли кратковременные дожди. Это говорит о том, что жара заканчивается. Антициклон не может удерживать натиск Атлантики. И во вторник к нам начнет поступать воздушная прохладная масса атлантического происхождения. Дневная температура воздуха на следующей неделе не превысит плюс 18-24 градусов. Однако в ближайшую пятницу по понедельник Сморгонский район будет находиться еще в тропической воздушной массе блокирующего антициклона. Сохранится жаркая погода, местами по району пройдут дожди с западным порывистым ветром. В пятницу 8 августа ночью плюс 17-19, днем 28-30 градусов тепла. Облачно с прояснениями, местами пройдут грозовые дожди. Ветер южный, юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. В субботу 9 августа сохранится такая же погода. Ночью плюс 17-19, днем 27-29 градусов со знаком «плюс». Облачно с прояснениями, местами пройдут грозовые дожди. Ветер южный, юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. В воскресенье 10 августа ночью все те же 17-19, днем 29-31. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь к вечеру возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, слабый до умеренного. В понедельник 11 августа увеличится облачность. Ночью плюс 18-20, днем 28-30. Ближе к вечеру к территории Сморгонского района подойдет холодный атмосферный фронт. Возможно, кратковременные дожди с грозами, ветер южный, умеренный до порывистого. На этом наш выпуск завершен. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!